доброе всем утро мы передаем привет со спецтренинга в москве бизнес-центр авиаплаза мы всех вас приветствуем у нас сегодня до четвертый день у нас четвертый день нашего обучения вот вы видите все сидят уже предстартовом положении сегодня я даю тему skype консультация вчера мы разбирали социальные сети мессенджеры youtube прямые эфиры учились делать facebook и сегодня вот когда мы находим у нас появилась уже база людей ски мы можем коммуницировать кому мы можем сделать предложение сегодня я расскажу как мы выводим на skype людей как мы проводим skype консультацию смотрите слушайте нас внимательно это очень интересная тема она будет важна не только сетевикам и партнерам нашей компании gns global прав system club но и сетевикам нашим коллегам которых мы любим уважаем из других компаний и так я передаю телефон свой нашему так сказать партнеру оператору сама иду и мы начинаем наш эфир присаживайся чтобы ничего у нас не дергалась присаживайся все все готовы к работе скажите пожалуйста кто умеет проводить skype консультации что это вообще такое скажите пожалуйста как вы думаете что это такое смена ты можешь руку подставить чтобы она статически у тебя стояла и телефон не дергался что такое skype консультация ну вот как мы работаем с вами обжимую мы проводим с вами консультацию правда мы разговариваем с человеком по телефону забираем вопросы ну так далее skype консультация у нас это когда удаленно skype это один из инструментов нашей работы я например живу в основном регии и у меня даже россия для меня это уже за границей это другая страна и поэтому я работаю через skype если я знакомлюсь с человеком социальной сети или где-либо я беру skype в контакт почему skype может открыть помочь говорят ой да сейчас мессенджеров целая куча можно и там видео показать и там и там и там да я говорю ребята можно но я не рассказываю о бизнесе я его показываю как можно интернет бизнес рассказать это нереально его надо показать когда мне люди задают вопросы я говорю я отвечу вам фактами какие как фактами я могу открыть экран это только функционал у skype программы то есть я делаю демонстрацию своего экрана компьютера соответственно я могу открыть бэк-офис показать структуру подвести каждому человечку нажать и показать смотрите литва смотрите греция смотрите канада смотрите партнер израиль и человек на другой стороне видит какой объем масштаб бизнеса можно показать свой чек если что показать можно показать какой у нас интернет то есть мы демонстрируем что у нас открыть нашу систему прав систем при человеке сделать гостевой сайт я обычно так смотрите как мы работаем я открываю показываю засекайте время сколько времени у меня занялось создание вашего сайта вот для чего и это я проговариваю человеку говорит skype нету я установите я объясню зачем зачем человеку нужно сказать я открою экран я перекину вам тяжелый файл который не позволит ни один мессенджер сделать какой-то тренинг например да если человек интересуется продуктом допустим видеофайл тренинга до школы варвара веритю для питания спортивного я не отправлю по одноклассникам я не смогу это сделать в фейсбуке я смогу сделать только это skype следующее я могу вывести тройной звонок помощь друга нашего наставника я этого не сделаю тройной звонок ни в одном мессенджере понимаете то есть это не получится возможно уже сейчас есть что-то новое какие-то функции добавляются все обновляется но я пользуюсь skype skype это инструмент для бизнеса еще человеку говорит так если мы с вами будем сотрудничать вам все равно пригодится а не удалить эту программу или удалите мой карта никаких обязательств программа бесплатная устанавливается за одну минуту и человек у меня устанавливает не устанавливает я не делаю вайберовских консультаций я не делаю фейсбук регистрации понимаете то есть у меня был опыт но я это перестала делать значит и теперь смотрите давайте поговорим об инструменте о skype вообще как о skype да у меня сейчас к сожалению я еще раз говорю вот у меня не перекидывается на этот компьютер я не могу открыть вам показать на моем компьютере два skype два у меня skype так сказать первый у меня skype на моем компьютере это такой проходящий skype а второй skype у меня основной основной skype в этом skype я собираю они могут быть у меня вообще не активированы все пустые контакты под знаком вопрос кто-то меня добавит допустим появится что в сети кто-то там будет красненьким что-то вопросиком и неважно если я открыла вы увидели у меня целый целый список этих контактов а в этом skype у меня друзья у меня коллеги по бизнесу да то есть сидели других компаний у меня здесь семья у меня здесь различные чаты для работы у меня здесь лидеры компании у меня здесь уже партнеры мои и в этом skype есть такая возможность создавать группу группу то есть я делю если мне какой-то контакт откуда ты нужен я его нахожу вот это у меня так сказать проходящий skype то есть когда у меня я делаю запрос общаюсь с человеком он меня акцептировал здесь я человеку в этом скайпе я даю базовую информацию сначала я провожу с ним консультацию даю базовую информацию потом я регистрирую его стартер китом подключаю нашу систему до прав систем подключает и к и отправляю на стартовый тренинг и школу по продукту в этом skype в этом skype как только у меня человек приобретает пакет становится полноценным партнером я его тут же перевожу в группу партнеров и тут же уже добавляю этого человека во все чаты свои лидерские и так далее то есть стартер киты у меня остаются проходящим skype мне никогда они не добавляются сюда хотите добавьте теперь по оформлению я вам дам skype но это опять же очень просто в чате в нашем спецтренинга я дам вам ссылочку с ютюба чтобы вы долго не искали видео инструкция как установить skype два skype на одном компьютере можно даже три skype на одном компьютере это без проблем только не запутайтесь в логинах паролях и в этих делах да теперь давайте оформление значит и тот и тот должен быть оформлен потому что туда-то люди приходят новые что они смотрят на аватарку сначала никаких не должно быть этих аватарок скаченных с яндекса с гугла то есть не ваших сделок и разные фотографии подключить это без проблем теперь значит опять же для этого пригодится фотосессия не вставляйте туда непонятные фотографии раз внутри не вставляйте туда никогда где вы сидите обнимаете кошечку или на около подоходника с цветами или вы с линдоном или с верняковым непонятно чей это skype то есть вы должны персонализировать аватарка должна быть теперь по информации проходящий skype никаких ссылок чтобы человек не зашел и не стал там лазить никаких регистраторов никаких наших сайтов ничего абсолютно ничего никаких ссылок туда не вставляете можете поставить прикольный слога какой-нибудь ну как бы там есть статус и да у меня например проходящий стоит такой статус наслаждались жизни все а в основном у меня совершенно другой идет статус вверху то есть это ваше личное желание но проходящий не надо давать информацию где они зайдут кликнут на ссылку и до разговора с вами они уже посмотрят информацию тогда у вас не будет сказать консультации вы же это понимаете да вот теперь а вот рабочие вы запомните более профессионально во-первых все данные какие там просит вот информацию если нужный телефон если нужный мы если нужно страну если нужно возраст пол пожалуйста чтобы вы не были там невидимками понимаете чтобы вы не были для людей полника не вставляйте никаких ссылок статус статус не надо не рекомендую если у вас есть блог канал youtube вы можете эти ссылки ставить чтобы люди зашли посмотреть если у вас блога и канала youtube а нету профессионального не надо вставлять ни регистратора ничего абсолютно потому что опять же ну это не несет те тех полезностей которые должны нести теперь правила общения скальпе при консультации перед тем как проводить консультацию я рекомендую обратить внимание на правила общения открывать камеру значит у вас должна быть камеры если ваши ноутбуки не монтирована камера купите сверху открывать камеру почему наш бизнес и так виртуальный мы общаемся с людьми это элемент доверия это то что вы не скрываетесь вы не прячетесь от людей что вы открыты и так мы работаем на холодном виртуальном рынке это элемент доверия утепления задруживание задруживание понимаете с людьми значит как нам надо выглядеть когда мы открываем камеру лицо компании на все сто правда на все сто ну ладно на 99 никогда не открывайте камеру если вы в халате распрепанные придумайте разговорку некоторые так делают наоборот показывает что бизнес у нас домашний да и вот да ну пеньоар это еще ничего а бывает же такое я помню одну консультацию мне представляют большой лидер чинши значит и вот она открывает камеру а сзади сидит муж с голым тосом вот такое брюхо пиво какой-то это чипсы или чё сидит такой мол давайте развлекайте и она сидит я не знаю а я не могу это было настолько вообще не лево лидер чинши большой директор там тиньши и значит сзади такой антураж тебе конечно этого не делайте обязательно что я еще говорю ну придумайте какую-то отговорку допустим камера сломалась или вы видите мою аватарку вы если социальные сетей вы видели мои фотографии выглядит так что придумайте что-то глюк с камерой переключается или что-то не открывайте или что-то в этом роде если неожиданно человек его еще не принял и сразу начинает вам звонить без ответа то есть он вам не ответил вы там не посылаете добавьте меня ваш контакт я взяла на сайте там допустим базы он начинает сразу вам звонить а лучше еще тоже как бы ну нет не акцептированный как так я никогда я даю паузу вообще научилась сразу не реагировать на вопросы даже уже партнеров меня этому научил муж их так учили в менеджменте на учении компании не реагировать сразу потому что вы не знаете там будет атака или хороший разговор дайте человеку остыть вот если он что-то вот пошла негатив энергетика да дайте человеку остыть то есть выпустить парк может на пункта на родственники на окошке но не на вас если вы схватите трубку дайте допустим я пишу так занята я тебе через пять минут дай мне пять минут или на партнер я буду сейчас налью кофе то есть я гашу вот этот вот негатив я даю паузу или эти перезвоню я разговариваю я не отвечаю сразу или пишу прошу вебинар или провожу академию тренинг или я щас на обучение перезвоню через полчаса за это время человек остывает успокаивается и это самый тот человек тоже он уже видит что вы занятый человек что вы деловой человек что вы не хватаете в позиции низкого старта не находитесь что вы не сразу не кидаетесь на ответы да здесь понятно то есть внешний вид да но если вот я как раз у вас есть минутка пять минут побежать и на ночнушку накинуть пиджак и быстро снять бигуди расприбаваться очками прикрыть пиджак одеть и готово а что там бикини бикини пенюары не пенюары все нормально но главное не выходите никогда в том виде в каком вы есть у меня была такая история рассказывала когда вышел человек внешне не понравился ему лицо это сказал у нас мы сложились отношения то есть вот такая вот один такой нюанс понимаете уже это потом когда человек станет вашим партнером уже может стать вот и видишь какой у меня тут бизнес я тут в испании набили купальники понимаете но этого нельзя делать сам начальник понимаете да помним по ту сторону вот этот вот монитор вас разделяет с человеком только эта коробка монитор по ту сторону экрана сидит человек живу со своими эмоциями со своими проблемами со своим характером со своими тараканами понимаете со своим тяжелым днем со своими печальками поэтому нужно обязательно держаться культурно не спорить не перебивать не повышать тон не хамить не переходить на личности помнить у нас два урока один рот задавать правильный вопрос слушать человека и помнить цель цель нашего нашей skype консультации наша цель не проводить презентацию за это у нас делает наша система всю эту работу 90 процентов наша цель какая света завести надо сделать сайт завести надо только одна цель зазнакомиться утеплиться и перейти сразу сути дела вы же уже сделали предложение человек уже социальной сети заинтересовался ну зачем тут опять понимаете вот это вот разводить лясом трясом понимаете у вас уже конкретика человек вышел к вам на контакт он хочет получить информацию но сначала нужно утеплиться и сразу переходить в день да помним обязательно правило что вы гос если человек вышел к вам на разговор и хочет получить информацию значит вы дающий а не просящий не надо вот этого как елена воробей ну возьмите меня ну возьмите меня ну ты сойди моя дорогая пожалуйста ну посмотри пожалуйста деловую встречу но нет вы босс вы даете информацию вы дающий а не просящий разговор длится не более десяти минут это тоже правило не не затягивайте это на очень долго skype консультация это не закрытие сделки после деловой встречи это не закрытие сделки на подписание пакета после стартового тренинга skype консультация это действительно консультация представьте что у вас как у врачей вот у платных клиниках лимитированное время вы будете как вот я вам покажу вот это да все ваше время пошло консультацию психолога пять минут да пошло ваших пять минут понимаете то есть у них все вот у вас тоже лимитированное время skype консультация записаны по часам представьте да теперь конечно здесь нужно читать книги по ведению переговоров изучать какие-то тренинги если вы хотите стать в этом профи да литературу очень много но в рамках этого спецтренинга я не буду вот эти нюансы вам раскрывать вчера замечательную книгу я подарила вот это про это света пошла купила я ее половину вчера уже схапнула и делала фотографии вот каждого концовки главы это просто закрытие сделки это искусство переговоров это вообще фантастика и еще важное правило должна быть большая уверенность вести skype консультацию неважно сколько вы в бизнесе без уверенности у вас не получится должна быть уверенность уверенный голос уверенный голос поэтому надо работать над голосом твердый уверенный голос как только человек чувствует ваше сомнение вашу слабинку вашу неуверенность вы потеряли руководство вы потеряли этот верх вы стали низ и человек может перевести эту skype консультацию и начать вас рекрутировать и выйти из этой ситуации очень сложно еще одна подсказка вам если вам человек сразу не симпатичен прерывайте моментом разговор не продолжайте не тратьте свое время это не нужно абсолютно извините вы мне не подходите извините у меня вторая линия телефон но мне кажется вы не подойдете в мою команду этот бизнес не для вас начинают знаете сразу да не надо мне тут вопросы задавать вот эти сразу переходите в делу я человек не первый год в сетевом ну там туда и сюда или что-то начинают знаете так есть четкий алгоритм проведения консультации схема разговора первое приветствие мы его пропускаем часто нам кажется если в фейсбуке мы уже поздоровались значит здесь и не надо приветствие ну как это может быть здравствуйте Татьяна меня Натали мы с вами познакомились где напомните мне если она меня запросила и не написала откуда откуда на фейсбуке замечательно и далее я делаю комплимент какой я могу сделать человек совершенно незнакомым прекрасно она камеру не включила у нее нет она говорит какой приятный голос голос но если это Фаина Радевская приятный голос я слышу у вас такой секс голос какой еще можно сделать человеку у вас много друзей скайп скайп откроем перед тем как у меня есть несколько секунд глядывая его личную информацию если у него много контактов я говорю не такая общительная нет пускай сам пишет не пишет не пишет не пишет не пишет не пишет ну а девушки а что мы спорим найдите другой комплимент есть люди у кого есть эта информация сколько контактов нет ищите другой этот самый иногда стоит фотография да допустим она написана 60 лет я говорю ой у вас такая молодая да это 20 лет на завтра ну че вот приятно да то есть пошла какая-то какие еще давайте думать мозговые штурмы включайте какой комплимент мы можем сделать человеку если мы его видели уже в фейсбуке что вы с фейсбука и с фейсбука в самолетах у вас такая большая семья это вы с сыном нет это приятно страница у вас интересная страница вы такая интересная так много путешествуете понимаете комплиментов масса то есть мы делаем какой-то комплимент человеку а потом сразу же находим общность какую общность мы можем найти с человеком если я с ней познакомилась в группе допустим бизнес в интернете и я увидела что у нее в профиле написано что она сотрудник Herbalife попала она на ТВ у меня 9 лет стажа в этой компании попала у меня есть с ней общность все печати обсудить как они коктейлики разливают как они с сумками выходят как по 2500 товарооборота делают как столовые как в супермаркете с опросами стоят у меня есть еще с ней обсудить в офисе снимать и не на 10 минут и не на 10 минут и не на 10 минут нет я держу время какая общность может быть еще нет если не грубо может быть географическая если человек написано Атерау Казахстан я говорю хеллоу земляк я родилась в Казахстане если это Екатеринбург я две недели назад была у вас в Екатеринбурге понимаете то есть какая-то общность вот это и есть утепление понимаете ищите общность расположите человека к себе если она на фотографии с внуком у меня тоже есть внуком 4 года надо спрашивать а надо общность быстренько найти допустим из той информации которую мы с человеком получили да вот то есть знакомств обвинемся информацией кто но это не затяжка то есть мы находим общность и быстро это говорим это в одной фразе допустим увидела что вы из Казахстана я сказала ой а я родилась в октаву мы с вами землячки все я не обсуждаю тему Казахстана Касли переименование города ни в коем случае и политику Назарбаева я ничего это не делаю вы понимаете то есть буквально это все короткие фразы поэтому это 10 минут можно легко уложиться теперь следующее переходим к цели вы знаете вот у меня этот текст когда я выходила сказать консультацию вот эта схема она стояла здесь и вот переходим к нашей цели это было жирным написано прямо на экране жирным переходим к цели не затягивать то есть если пошла уже не туда природа погода дети и внуки и пошло поперло человека я его я помню своих целей я говорю так мне очень приятно с вами разговаривать но в то же время я ценю ваше время и мое время тоже дорого понимаю вы человек занятой поэтому с радостью перейду к делу по которому собственно мы и начали с вами общение еще как бы в социальной сети понимаете то есть и моя задача не проводить презентацию а сделать приглашение я говорю и чуть-чуть я могу рассказать давайте я немножко расскажу о себе моя предыстория в систему маркетинга 20 лет вот 18 лет ничего не зарабатывала живу в ВОЗ в Норвегии вот за последние два года бизнес в 33 странах работаю через интернет комфортно тра-та-та-та-та-та-та зарабатываю столько-то история должна быть у вас готова и я говорю я хочу вас пригласить на допустим деловую встречу где вы получите информацию о продукции с которой можно хорошо зарабатывать ребята в нашем проекте зарабатывают много это для новичка я говорю я хочу вас пригласить в ваш бизнес или давайте я говорю я вам покажу как я работаю и что я делаю Виктор открываю открываю экран открываю нашу систему и говорю вот смотрите наша система оправь систем день я начинаю с новостей я посмотрю что происходит в наших новостях потом я выписываю ежедневные деловые наши встречи тренинги там все такое от этого расписания я уже планирую свой день планирую свои встречи свою жизнь моя задача смотрите есть секундомер засекайте время вот мы с вами смотрите давайте пройдем путь мы с вами познакомились соцсети я вызвала интерес у вас вы вышли скайп мы обменялись утеплились и я вам сейчас демонстрирую я вас не буду вам рассказывать я вас приглашу через гостевой сайт на нашу базовую формацию деловую встречу смотрите сколько времени занимает это у меня и открываем три клика делаем гостевой сайт тут же вы смотрите я просто ее веду я ее уже обучаю я ее уже ввожу в бизнес у меня уже идет как мини тренинг я отправляю ссылку говорю я всегда приписываю зайдите за 10 минут и я это все пишу вот ваша ссылка вы нажимаете видео можно пропустить через 30 секунд смотрите вот заходите видите расписание кнопочка видите серенькая запишите себе в ежедневнике за 10 минут кнопка а видите прямой эфир темно-синяя зайдете сюда нажмете сидите слушайте если карточка все у вас есть все что спикер расскажет вам откликнется нажимаете дальше кнопку и про вашу обувь на автомате регистрируетесь а мне придет email поздравляем у вас новый дистрибьютор если вы хотите со мной связаться будут мои и ваши контакты все если у вас есть вопросы вы возвращаетесь у нас есть теперь скайп контакт и мы с вами я отвечаю вам на вопросы если у вас возникают проблемы я вас регистрирую помогаю все консультация закончилась понимаете то есть это очень быстро если человек но разные люди вот еще так чтобы утеплить я держу эту схему но и бывают люди вредничают я говорю чтобы я говорила в русле ваших интересов я говорю расскажите пару слов о себе не надо автобиографию и человек это я помню у меня два уха один рот я его ссор и я записываю ключевые фразы я записываю зачем это будут те места которые я потом использую я буду помогать при помощи нашего делового предложения решить эти потребности человека да то есть я найду именно те точки которые волнуют человека и я дам предложение по решению вот этой его проблемной ситуации согласны? вот конечно бывают неадекваты сразу скажу очень сложная публика сетевики сетевиканская консультация немножечко другая вот именно там я начинаю делаю комплимент приветствие нахожу общность и вот тогда я прошу рассказать о себе познакомиться человек высказался и говорю а теперь моя история и теперь моя и все я беру бразды я перевожу консультацию в свое русло я топ я босс я погнала меня не остановить как говорится все и я открываю кран я демонстрирую работаю зайдете зайду послушайте послушаю все подтверждение человеку создала зайла бывает так а что за продукт а вкратце а маркетинг а то а скажите ну я уже отвечал это тренинг работы с возражениями мы сегодня с вами быстренько мозговой штурм сделаем по возражениям сильно не углубляйтесь не так много но в основном если в двух словах классная тема я ответила на ваши вопросы два слова классная тема я ответила на ваши вопросы что за продукт продукт не оставляющая равнодушия не одну женщину Я ответила на ваш вопрос. Понимаете, то есть переводите как-то в юмор или еще что-то. Если настаивает, вы уже знаете эту фразу. Если я начну рассказывать, это займет минимум 30 минут. Я уважаю ваше и свое время. Давайте сделаем так. Я открываю экран и делаю быстрый вы свой. Еще бывает вариант. Когда я вам это говорила, что если я сейчас начну рассказывать, это будет мое влияние на вас. А я хочу, чтобы вы послушали независимого эксперта. Человека со стороны. Профессионала. Нет, здесь не третье лицо используется. Здесь я не хочу, особенно со знакомыми. Они же думают, что на них денег хотим. Понимаете, я снимаю с себя ответственность. Когда я ухожу в сторону, я нейтральная, как бы независимая, ну как, незаинтересованная. Чтобы Таня почувствовала, что я из-под нее денег хочу. Понимаете? Чтобы она послушала другое независимое лицо. Как мне она сказала. Ты меня не убедила. Я говорю, я тебя не пыталась убедать. Да. Когда уж вообще особенно. Ну прям такие бывают умные-переумные. Здесь есть техника опускания человека на землю. То есть здесь можно чуть-чуть повысить тон. Иногда вот вы слышите, да? Если я говорю сначала мягко-мягко. Если я чувствую, что человек на меня начинает наезжать. Вот вы слышали по телефону. У меня тембор голоса и тональность повышается. То есть я поднимаю немножко тон, чтобы доминировать. Понимаете? В этом плане над человеком. Тогда я говорю так. Вы знаете, я говорю, вы же грамотный, компетентный человек. Давайте открытым текстом разговаривать. Если мы с вами будем сотрудничать, а почему-то мне вот подсказывает моя интуиция, что вы наш человек. Давайте с самого начала делать правильные действия. Я никуда заходить не буду, ни на какие сайты не буду. Я ничего смотреть не буду. Расскажите, что вы мне тут тайны создаете, и там туда-сюда. Вот я говорю, вы же человек грамотный, компетентный, опытный. Я хочу с вами открытым текстом. Если мы с вами сотрудничаем, давайте действовать и делать все правильно. Есть определенная технология. Почему в моей команде легко люди работают? Почему я через интернет смогла построить большую структуру и зарабатывать хорошие деньги? Потому что здесь легко. Здесь есть четкий алгоритм действий. Если вы начинаете со мной сотрудничать, вы будете так же по этому алгоритму работать. Поэтому и вы быстро придете к деньгам, и вам будет легко здесь работать. Особенно это сетевики, знаете, которые вот ходят, сами презентации проводят. Они же привыкли принимать информацию в виде презентации по телефону, по этому. И я их обрубаю. Я говорю, понимаете, что вы так же будете работать. Почему я быстро пришла к деньгам и зарабатываю? Потому что я действую четко по системе алгоритма шагов, по четкой технологии. Если вы будете работать так же, и вы гарантированно будете зарабатывать и легко работать. Поэтому давайте все делать с самого начала. Правильно. Я не трачу время на презентации. Заменять и делать систему. Вы идете на деловую встречу. Там получаете информацию, которую коротко и ясно дает профессионал. Вы говорите мне, да или нет. Точно так же вы будете работать со своими людьми. Понимаете, я его уже окунаю. Уже окунаю в эту работу. Что он так же будет работать. Понимаете? И у него уже нет других аргументов со мной спорить. Я его все равно возвращаю, чтобы он пошел на это ДВ. Да? Здесь все понятно. То есть я все равно, моя цель, какая большими буквами отправить человека на ДВ? Только одно, да? Если у вас результата нет своего, расскажите результат наставника. Подумайте, перед тем, как проводить скайп-консультации, подумайте, какую вы историю можете рассказать. Какого-то такого человека. Вот как это было у него, да? Вот как он был такой человек. Вот там история эта самая. Расскажите. И никогда не брите. Я прям вот новичкам говорю. Прям вот не стесняйтесь говорить. Ты знаешь, я в этом бизнесе не делаю. Я всему обучаюсь. И в этом мне помогает мой бизнес-тренер. И вы можете тут же сделать крайнюю со своим наставником. Если вы уже совсем потерялись. Понимаете? То есть можно вот это самое на помощь для первых там консультаций пригласить наставника. Вариантов много. Проиграть их все невозможно. И еще раз, негатив. Переспрашивать. Я вас правильно поняла? Вам эта тема неинтересна. Экономим наше время. Прекращаем разговор. Успех. Если нет, не тратьте. Не симпатичен. Вот бывает такое. Видите человека из вас почему-то антипатия. Да? Вы чувствуете, что этот человек не ваш. Вроде бы денег надо, да? Вроде бы пригласить хочется. А вы чувствуете, я еще раз говорю, вы портите свой бизнес. Избирайте людей. Подбирайте. Если у вас уже есть команда. Вы ведете негативного человека. Он вам разрушит всю вашу команду. Понимаете? Это не есть хорошо. Потом я уже так говорю людям. Вы знаете, если вы можете это сказать, можете говорить. Я говорю, вы знаете, я сейчас уже в таком статусе в компании, в таком уровне, что я выбираю людей. Вы мне не подходите. Что я всех не приглашаю в такой бизнес. Я выбираю людей. Как в Европе проводятся собеседования? Точно так же. Еще давайте вернемся на землю. Человеку. Тоже вот эта фраза с переговора. Давайте вернемся на землю. Когда человеку вносит там в облака, понесло. Я был там-то, я бриллиантовый директор. И флейма, как вчера, да? Три года назад я тысяч дорабатывала. Почему я стою три года назад? Мы зарабатываем. Из этих три года где-то становятся миллионерами, а где-то становятся банкротами. Чего говорить за три года? Может, мы еще вспомним, что у нас молоко стоило сколько копеек в пластиковых пакетиках при коммунизме? Или вспомним, как мы хорошо жили, когда у меня в Казахстане у мамы, у папы, папа пророк, мама архитектор. Там была и дача, и машины, и квартиры, и огород, да? И я как студентка, мне папа сто рублей в восемь-четвертом году высылал. Сорок стипендий, папа сто рублей, тренером сорок полставки и флейтые восемьдесят. Посчитайте, я круче инженера получала, студентка. Может, мы эти года еще вспомним, поэтому я говорю, давайте вернемся на землю, человеку. Не надо летать больше там, это было у вас, а сейчас у вас, опа. Вот, я говорю, мы с вами разговариваем лишь только потому, что я расширяю свой бизнес. Я не собираюсь с вами проводить лекции по продукту, по сетевому маркетингу, у меня цель другая. Понять, подходите вы мне или нет. Поэтому я вас пригласила на личную беседу в скайп. Подходите вы мне или нет. Впишетесь ли вы в мою команду. Это возвращение человека. Вопрос в другом. Хотите ли вы действительно выйти из вашей ситуации, начать бизнес, зарабатывать достойно? Давайте продолжим беседу конструктивно. Открываю экран, делаю скайп, говорю и завожу на деловые встречи. Если нет, вы мне не подходите. До свидания. Все. То есть, понимаете, это такая широкая-широкая тема. Теперь, скайп можно использовать так же, как инструмент поиска людей. Каким образом? Вы знаете прекрасно, есть поисковая система Google, есть поисковая система Яндекс, Рамблер, что угодно. Но вы вводите, главное, давайте им конкретный четкий запрос. Допустим, сейчас я не знаю, на этом компьютере у меня подключен интернет. Да, вроде подключен. Вот, посмотрите, я попытаюсь, да. Сейчас вот открою Google Chrome, если нам позволит интернет. Здесь я талончик наш еще не подключала. Вот, давайте мы откроем систему, допустим, Яндекс, да. Яндекс, да, Яндекс, да. Смотрите, вот, просит ваучер, просит ваучер. Ну, давайте введем, что ли, да. Давайте я вам покажу, объясню саму суть, как это должно быть. Значит, смотрите, в поисковиках очень важно, чтобы вы вообще ставили правильно задачу. То есть, правильные вопросы задавали. Если вы спросите, не совсем корректно, неправильно, то он вам не выдаст то, что нужно. Вот, смотрите, допустим, вы хотите найти Skype. Найти Skype. Не поняла. Это там всегда? Это там всегда? Да. Все появилось, да? У меня есть, все, интернет есть, да? Так, хорошо. Значит, смотрите, нет, видите, защищено. Вот, смотрите, значит, что я имею в виду правильно? Назовите мне любую компанию сетином. Давайте. Амвэй. Амвэй. Заезжай на старую. Давайте что-нибудь. Сибирское здоровье. Сибирское здоровье. Сибирское здоровье. Слечательно. Момент. Я пишу четкий запрос, Лена, на скайп. Контакты. Контакты. Скайп. Скайп. Компания. Сибир. Уже есть, да? Сибирское здоровье. Сибирское здоровье. Уже рассказала. Вот, смотрите, я открываю, да? И теперь что? Я вот не захожу на каждую ссылку, а они должны где-то вот читать вот эту информацию, да? Вот здесь есть, допустим, контактная информация. Ну, можно зайти, здесь будет этот самый, сибирское. Вот опускайтесь и ищите. Вот оно, в скайпе. Видите? Вот оно, в скайпе. Что я делаю? Я копирую, иду в скайп, мне нужно зайти в скайп, но это мой будет основной. А, ну ладно, для вас покажу. Сейчас. Сейчас. А получится, чтобы там не дёргалась, да? Получится? Вот здесь сумочка. Возьми, у меня залетная. Не получилось. Короче, суть такая. Заходите, скайп, вставляете, добавляете, добавляете в этот самый, добавляете в контакт. И что я пишу при первое послание? Я прям пишу, вот там, где запрос, да, там текст идёт, знаете, там текст. Я убираю этот текст оттуда и вставляю уже свой заготовленный шаблон. Я пишу обычно, вот где-то у меня здесь так вот, меня зовут Натали, живу в Норвегии, успешный сетевик с 20-летним стажем, топ-лидер. Я же сетевика ищу, правильно? Мне нужны толковые люди, которые хотят зарабатывать тысячи долларов и выше. Добавьте меня, пообщаемся. Всё. Папс отправил. Человек меня добавляет. Я ему пишу, здравствуйте, вы меня добавили, значит, тема зарабатывания, там, тысячи долларов, вас интересует. Человек отвечает. Или я пишу, вы прочитали моё предыдущее сообщение? Потому что иногда добавляют на автомате и не читают, да? Человек пишет, да, прочитала. Тогда дальше. Поговорим? Вопрос. Или сразу могу позвонить? Это идёт пока переписка. То есть я сама им не звоню. Понимаете? Сразу не звоню. Если человек нет, не прочитала, а что вы там мне написали, я опять дублирую и отправляю к человеку, да? Если не надо, я не трачу время. Если человек меня добавил и говорит, да, мне интересно, вас только-то поговорим, я открываю экран. Всё, по-моему, ради скайп-консультация. Понятно? Вот то есть здесь, вот смотрите, вот один скайп-контакт. Вот, пожалуйста, вот второй скайп-контакт вам в сибирском здоровье. И вот вам скайп-контакт, третий сибирское здоровье. Вот вам ещё один. И посмотрите, сколько их. Посидите, потратьте время, пособирайте, идёте сюда на вторую страницу. Здесь ищите, можете зайти, потратьте время. У них сайт откроется, там скайп найдёте, контакт. Любой компанией, но с сетевиком общаемся по-другому. Если у вас есть хорошие зубки, мозги, когти, ячейки разговаривать с сетевиками, вы можете это делать. И показываем, что не надо этот пинг-пон, перетягивание одеял. А у нас пептиды, а у нас эльгирелина, а у нас минералы, а у нас нанотехнологии, а у нас маркетинг, а у нас 105-10, мы показываем систему. Сетевики задолбались ходить сумками, офисы открывать. Во многих компаниях чеки упали. Я обожаю, я люблю, я уважаю своих коллег-сетевиков. Мне обидно, что некоторые, как лошади, зашоренные, стоят и не видят других перспектив. По 15-20 лет карабкаются, получают это тысячи, 3 тысячи, 5 тысяч, радуются. Они топ-лидеры, а что говорить о их дистрибьюторах, если топ-лидеры опять, президенты Гербалай, 10 тысяч долларов сейчас получают, то что говорить о супервайзерах, о дистрибьюторах, сколько они получают. Ё-моё, у нас за полгода, да, рубины, 10 тысяч получают. Так наша задача что? Открыть эти шоры, люди, найти этих людей, у которых открыты мозги и правильно, профессионально дать им информацию. Показать, что есть другие возможности, другие компании, что есть система, реально работающая система, выполняющая 90% всей рутины, которые задолбались делать сетевики. автосбит, авторекрутиринг, автообучение. Вот в чем дело. Ну и, то есть, это инструмент для поиска еще. И какой мы используем, скажем, дополнительный, чтобы не засорять основной. А купил пакетик? Милости прошу тебя во все чаты, во все эти, во обучение и так далее. Была полезна тема сегодня, скажем так же. Спасибо вам за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И здесь вопросы, ну давайте, отвечу, у кого что-то индивидуально. И давайте. Сегодня у нас какое расписание? У нас сегодня четверг, у нас 13 ДВ, 21 ДВ. Значит, теория закончилась. Вечером у нас 16, 18, но сюрприз для вас. Будет спикер онлайн. Не скажу, что? Нет, не скажу, будет сюрприз. Большой сюрприз. И наша задача. Делаем звонки, приглашаем на ДВ, закрываем сделки. Все, весь этот материал мы уже прошли. Все, работаем. Как вы и дурганы? Работаем, ребята. Да? Да. Все, все, что-то добавляет. Да, понятно. Сейчас. Хорошо, я напишу. Да, 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 ты намеши мне. Да, я же напишу, как вы тут придумали. Ну-ка. Ну, пока. Удачи.